Шифер для крыш, флюорографические снимки и даже опасные химикаты. Мэрия отрицает существование свалки в советском округе Омска. Зато ее ясно видят горожане, общественники и журналисты, в том числе и наша съемочная группа. Слово Тахменито Нысовой. Судя по тому, что тут скидывают, это грузовые. Здесь были раньше сады, их ликвидировали. И вот сделали свалку стихийно. Наталья Хайдукова устала мириться с таким соседством. Уже несколько лет территорию вокруг дачного кооператива «Дары Сибири» все больше занимает свалка. Сюда свозят бытовой мусор не только горожане, но и различные предприятия. Например, строительные компании везут шифер. Коммунальные службы – мешки с мусором после субботников. Здесь же – пристанище для отходов различных госучреждений. Появились вот эти вот остатки, лежат еще. Они были прям в связке с колонией. Туберкулезные снимки со списками. Все сюда были вывезены. Матрасы были. ИК-10 лежали. Кучи мусора лежат вдоль дороги. Рядом с твердыми коммунальными отходами можно найти и производственные. Два года назад сюда привезли даже остатки переработки нефтепродуктов. Мы предполагаем, для того, чтобы этот разлив нефтепродуктов собрать, используют какой-то специальный сорбент, который впитывает в себя нефтепродукты, его собирает, ну и, собственно говоря, утилизировать его должны особым образом. Потому что это отходы высокого класса опасности. К рейду по незаконным свалкам присоединилось и Министерство природных ресурсов Омской области. В ужасном состоянии, конечно, свалка. Будем делать запрос в Росреестр на принадлежность земельного участка, кому принадлежит эта территория. Если же будет принадлежать администрации, будем подавать исковое заявление в суд с требованием ликвидировать данную свалку. Казалось бы, решение у проблемы есть, но на практике к ликвидации свалки власть подходит формально. Отходы просто закапывают. Вот несанкционированная мусорка уже в другом районе Омска, рядом с улицы Завертяева. В марте ее обнаружили активисты Общероссийского народного фронта. В том же месяце на участок выехали специалисты мэрии, которые мусор не нашли. Прозреть их заставила природоохранная прокуратура. В итоге на территорию все-таки пригнали технику. Долгое время мусор скидывали и в пруд. Но если свалку рекультивируют, а именно мусор просто закапывают в землю, то водоем, по всей видимости, чистить никто не собирается. Теперь активисты намерены добиваться, чтобы отходы убрали и отсюда. В ОНФ также ждут ответа от городской власти, почему эту свалку не ликвидировали, а спрятали поглубже. Тахмин Атынысова, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.